В Перворайске стартовал самый протяженный снегоходный марафон Урала «Путь в Агула». Всего за два дня участникам предстоит преодолеть экстремальный маршрут длиной почти в 500 километров от поселка Хрустальное до горы Канжаковский камень. Участникам придется прокладывать свой путь через горы, леса, реки и болота. Подробности в сюжете. Осталось меньше минуты до старта. Волнительный момент перед началом соревнований. Совсем скоро первые участники отправятся по неизведанному пути. До начала марафона трассу не готовят, а всех гонщиков предупреждают, что на своем пути они могут встретить преграды. Участки без снега, лед, камни, лес и автомобильные дороги. Кто первым из спортсменов выйдет на старт, решает жребий. Судьи нам выдали треки, по которым мы должны идти. Мы смотрим на навигатор и идем по этому треку. Но также есть следы от участников, которые идут впереди. Поэтому участники, которые стартуют позади, они имеют некое преимущество. Они уже видят на набитых путях. Вопрос в том, правильно он и лед, конечно. Но участники, которые уехали первые, они пробивают дорогу. Гонки Путь Вагула проводятся уже во второй раз. Это самый длинный и продолжительный уральский марафон на снегоходах. Его маршрут почти 500 километров. Старт с турбазы «Хрустальная». На пути участников несколько контрольных пунктов. Первый день заезд завершается в Нижнем Тагиле, а во второй – у горы Канжаковский камень. Каждая команда состоит из двух спортсменов на двух снегоходах. Ребята приехали из разных городов, со всей России, всего принимают участие. Сегодня у нас шесть команд, завтра еще две команды в Тагиле присоединяются в другом классе. У нас два класса. Класс «Про», они участвуют, они идут два дня. И общий пробег составит около 500 километров. И класс «Фан», они идут один день, их пробег составит порядка 280 километров. У участников есть спутниковые трекеры с кнопкой «Сос» на случай экстренной ситуации. Также у команд при себе навигатор, аптечка, инструменты, запас теплой одежды и продукты. Но, по мнению спортсменов, в победе здесь важен только опыт. В основном, конечно, это опыт вождения. Больше опыта ты можешь практически на любом снегоходе показать уровень хороший. Проверить себя, проверить свой уровень, насколько ты вообще уже можешь управлять горным снегоходом. Как говорят организаторы, для участников этого марафона главное не победа и медали, а то, что они за два дня смогут увидеть красоты Урала. Соревнования планируют сделать ежегодными, а маршрут увеличить, протянув его через всю Свердловскую область до перевала Дятлова. Анастасия Сафарова, Новости, Первоуральск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова